Добрый день! Садовый центр Красная Нива снова с вами. И как я уже вам говорила, как обещала, сегодня у нас уже 20 января, мы начинаем сезон размножения растений. Потому что если мы сейчас с вами пройдем по теплице, мы увидим, что уже большинство растений пошло в рост. Вот я сегодня поливала бонсай, уже на фикусах маленькие зеленые листочки, там аспидистра выпустила какие-то новые уже побеги, бамбук. Ну, в общем, у нас уже весна, несмотря на то, что такие морозы, все равно растение чувствует, что день прибавился, а день прибавился уже на 45 минут. И, соответственно, все готовится к весне. И, значит, давайте сегодня для начала поговорим о тех субстратах, в которые мы будем черенковать наше растение. Ну, я, честно говоря, думаю, что вряд ли дома многие этим занимаются. Но, тем не менее, может быть, кому-то будет интересно это попробовать, может быть, ну, не знаю, какой-то опыт приобретете и в дальнейшем будете что-то размножать. Тем не менее, давайте посмотрим, потому что я все-таки думаю, что нас смотрят же любители растений. Вот. И сейчас мы покажем, каким образом растение можно черенковать, в каких субстратах. Ну, субстрат номер один, в котором черенкуем мы, это, конечно, мохсфагнум. Вот, посмотрите, как он выглядит. Он растет у нас в питомнике, в Тверской области. Конечно, брать его из природы – это не очень хорошо, но, тем не менее, его заготавливают и в каких-то таких коммерческих масштабах. Ну, в частности, к нам приходит мох, если я не ошибаюсь, то ли из Новой Зеландии. В общем, это тоже сфагнум, но какой-то другой вид. Наш же мох выглядит вот так. Он растет на болотах и в дальнейшем вот он нарастает макушками. Вот эта часть отмирает, и она как раз образует тот самый верховой мох, который мы с вами тоже сейчас будем использовать, соответственно, в нашем размножении. Итак, вот мох. Чем он хорош? А хорош он тем, что вот если сейчас мы вот эту вот кучку мха положим в горшок, то, соответственно, мох начнет расти. И он будет держать очень хороший баланс влаги. То есть, ведь черенкам не нужно, чтобы было очень мокро, иначе они загниют. И в то же время им не нужно пересыхать. Поэтому вот этот мох, мы его будем каждый день поливать и опрыскивать. И он сам влажный. Вот если я его трогаю, то он чувствует, что он влажный. Он будет держать тот оптимальный водный баланс, который необходим черенкам. Ну, честно говоря, вот самое лучшее – это вот эти макушки. Вот, например, берем вот такой горшочек. И смотрим, нам нужно, чтобы мох туда почти полностью как бы погрузился. Поэтому нижние вот эти части я оторву, они нам не нужны. Вот таким образом. И вот этот вот красивый букетик мха мы ставим в горшок. Вот что у нас получилось. Значит, мы заранее можем этот мох пролить. Давай вот здесь над полом прольем его вот так. Чтобы он стал еще больше напитался водой, стал более влажным. Вот. Он моментально… Вот часть воды вытекла, но горшок сразу становится тяжелее. И вот в этот вот прекрасный субстрат мы можем черенковать все, что угодно. Ну, сейчас я вам принесла показать самые такие тривиальные вещи. Это вот, например, черенок фикуса бенджамина. Вот, посмотрите, молодые листья – вот это то, что образовалось буквально за последнюю неделю. Ну, а нам с вами нужны черенки, конечно, уже одревесневевшие, у которых крепкий стволик. Вот он, например, видите? Вот мы можем взять вот такой черенок, отрезать его вот здесь у основания. Можно сделать его с пяткой, то есть вот так часть ствола, на котором находится, видите, вот здесь такая осталась кусочек основания, это называется с пяточкой. Вот. Можно делать и без пятки, это, в общем, сейчас уже не принципиально. Вот, я смотрю, можно делать вот такой длинный черенок. Но, если черенок у вас длинный и на нем много листьев, тогда, конечно, его нужно ставить, либо накрывать пленкой, либо ставить в какой-то парничок. Потому что я боюсь, что вот такой вот он не выдержит черенкования и просто часть листьев завянет. Мы можем что сделать? Мы можем убрать часть листьев вот таким вот образом. Вот что остается. И тогда вот молодые листья обязательно убираем. И вот в таком виде, видите, вот раз, два, три, собственно, узла, мы можем его вставлять вот в этот наш заготовленный мох. Вот что получается. Ну, вот я смотрю, вот это, несмотря на то, что он молодой, вот здесь молодые листья, тоже достаточно уже окреп. Возьмем вот такой, например, черенок. Вот, видите, вот так сделаем. Секатор, конечно, должен быть более острый. У меня он уже слегка притупился. Вот что получается. И опять раздвигаю руками и черенок этот вставляю в мох. Вот прекрасно. Вот так у нас все это самое. Вот этот черенок тоже очень хорошо может укорениться. Я его только что срезала, поэтому тут уже даже не надо обновлять срез. Я сразу хочу сказать, что у фикусов с крупными листьями, когда вот веточка вот эта толстая, естественно, фикус же растения-млечник выделяет млечный сок. И у фикусов с толстой веткой мы потом вам покажем. Когда мы срезаем, мы обязательно ставим в горячую воду. Для чего? Чтобы сок стек, и он не закупорил вот здесь сосуды. Он может закупорить сосуды, и тогда растение не будет получать влаги, вот этот черенок, соответственно, он не будет себя хорошо чувствовать, и, соответственно, засохнет. Но у фикуса бенджамина ветки тонкие, и тут уже никакого смысла нету, соответственно, этот сок сливать. Вот. Все. Вот таким образом происходит наше черенкование. Давайте также в мох попробуем сделать другие черенки. Покажем, что любые черенки можно таким образом делать. Значит, вот находим вот эти макушечки прекрасные. Он, кстати, очень холодный у нас. И это самое, это хорошо, потому что он не завянет, не засохнет. Вот. Теперь я беру вот такую плошку. Вообще вот в этих плошках очень удобно черенковать. Они низкие. Тут не нужно, нам же никакой избыток влаги не нужен. Вот так сейчас мы плотно, надо очень плотно этот мох класть. Давай еще макушку найдем. Вот, например. Чтобы между ними не было таких особо воздушных каких-то пространств. Чтобы все-таки это была абсолютно влажная такая среда для черенков, это самое лучшее. Ну, честно говоря, мы, конечно, и вот эти части тоже используем. Но чтобы у вас уже все получилось прямо супер, то мы рекомендуем вот эти макушки. Вообще классика это макушки. Опять я проливаю, еще напитываю, хотя вы видите, что мох влажный достаточно. Вот сразу у меня миска потяжелела. И вот смотрите, чуть-чуть вылилось воды, потому что мох моментально впитывает ее в себя. Вот давайте посмотрим. У нас с вами есть бегонии. Бегонии, как мы знаем, размножаются листовыми черенками. Соответственно, срезаем листья вот таким образом. Не нужен длинный черешок, он не нужен, потому что укоренение вообще у листа происходит по всей поверхности. Мы можем даже, когда мы экономим черенки, мы можем их разрезать вот так, листья, допустим, на два. И уже будет два черенка. Вот, смотрите, вот таким образом листья у нас посажены в этот мох. И давай еще покажем, например, вот такую бегонию, чтобы было видно тоже. Вот листья не надо брать самые молодые, но и вот такие старые уже пожелтевшие, они тоже не годятся, потому что они вряд ли зачеренкуются. А вот снизу вот такие хорошие плотные листики, вот давай покажи, как это все делается. Вот, например, вот покажи на этом растении. Вот молодые листья, вот, о, молодые, да? А вот листья постарше. Мы, конечно, берем листья постарше. Вот. Вообще можно лист, мы тоже как-нибудь покажем, когда большой лист бегонии, видишь, вот так вот разгребаем вот здесь, и вот так вот вставляем этот листочек. Так, чтобы он до половины примерно был погружен в мох. Но потом, конечно, надо все время следить. Вот можно просто поднять эту миску и посмотреть, тяжелая она или нет. Она должна быть такой средней тяжести. Ну, собственно говоря, лишняя вода всегда стечет. Та, которую мох в себя не вобрал, она стечет. А мох должен быть насыщен водой. Иначе черенки, безусловно, завянут. Поэтому вот таким вот образом это просто отличный способ черенкования. Потому что, конечно, трудно следить за тем, чтобы субстрат был не переувлажнен и не пересушен. Вот мох – это идеально для того, чтобы держать водный баланс. Так, вот смотрим. Значит, можно вообще черенковать во что угодно. Можно в землю, можно в воду, можно в песок. Но есть какие-то субстраты, которых просто удобно их использовать, потому что, как нам кажется, и растения лучше в них чувствуют себя черенки. И, соответственно, ну, просто приятнее даже как-то черенковать в какие-то уже определенные субстраты. Вот один из них – это вот этот спученный перлит, перлитовый песок. У него один недостаток. Когда он сухой, вы начинаете с ним работать, он очень летит в разные стороны, и лучше работать в маске. Ну, я вот сейчас так аккуратненько вот так насыплю тоже вот в такую же плошку. Вот. Ну, можно даже чуть поменьше, чтобы потом у нас он не вылезал. И мы его тут же проливаем. Вот он немножко сядет после полива. Как раз будет то, что нам нужно. Вот. И вот только сейчас пошла вода. Видите? Миска тоже потяжелела. Перлит себя впитал в воду. Вот это прекрасный стерильный субстрат для черенкования. Кстати, мох – это тоже стерильный субстрат практически. Вот. Теперь мы вот в этот субстрат можем что зачеренковать? Можем те же фикусы. Тоже очень удобно. Опять я вот смотрю, где у меня тут черенок такой уже хороший. Такой одревесневевший. Вот этот лист нам не нужен. Он будет мешать. Вот из этого можно сделать два черенка. Например, вот так его разделив. Вообще, я уже сказала, чем короче черенки, тем успешнее черенкование. Вот даже можно вот эти все листовые пластинки вообще еще уменьшить, если у вас не будет влажной камеры, в которую вы вставляете. В которой будет черенкование происходить. Ну, а влажная камера – это что такое? Это можно накрыть плошку стеклянной банкой, а можно полиэтиленовым пакетом. Но не забывайте, если у вас накрыты черенки, вы должны хотя бы 2-3 раза за день проветривать. Теперь, вот смотрите, очень много у нас растений почвопокровных, но если мы их сажаем под весной горшок, то они ампельные. Вот, например, вот такая пелея. Она прекрасно черенкуется черенками совершенно разной длины. Можно взять прям длинный какой-то черенок, накрутить его. Вот сейчас отрежу, прям вот такой какой-то длинный черенок. Вот, например, видите, вот так. И то же самое, ахиста, давай, вот так мы кладем и заглубляем, соответственно, прижимаем просто, чтобы эта веточка, она была, не выскакивала. Вот получше сейчас надо ее прижать. Давай пока вот этот фикус вытащим, чтобы он нам не мешал. И покажем, как прижимается вот этот. При том, что я хочу сказать, что вот такая пелея, ее можно черенковать и просто уже в горшок с тем субстратом, в котором она будет расти. Вот сейчас как раз подойдем к тому субстрату, в котором можно и черенковать, и сразу же растение выращивать. В последнее время мы его очень часто используем. Сейчас мы вам покажем, что это за такой волшебный состав земли. Так, теперь смотрите. Вот очень хороший состав, который мы рекомендуем всем. Вот здесь у нас это обычный черный торф, низинный торф. Вот, видите? Мы берем, допустим, одну часть, ну, это примерно на глаз, одну часть низинного торфа. Ну, вот, допустим, вот столько. И обязательно добавляем верховой торф. Это вот тот самый перегнивший сфагнум, который тоже продается в мешках. Вот, он совершенно другой на ощупь. Он мягкий, он просто такой шелковистый. Это очень... в него тоже... Это вообще субстрат, в котором перевозят растения. Он тоже считается стерильным, не зараженным. И вот все голландские растения, они приходят как раз вот в этом верховом рыжем торфе. Мы добавляем столько же, тоже одну часть примерно. Вот, видите? Вот так. Если вы там чуть меньше, чуть больше, это вообще не имеет никакого значения. Все. Вот эти два торфа. И при этом мы добавляем сюда тоже как разрыхлитель перлитовый песок. Аккуратно, потому что он очень летучий, очень сыпучий и, соответственно, лезет в нос. От него тут же начинаешь кашлять. Ну, в общем, аккуратно можно это сделать. Вот этот замечательный субстрат. А вы можете покупать любую универсальную землю. Совершенно любую в пакете. Там, как правило, будет торф низинный, черный. Отдельно можно купить верховой торф. И вот у вас получается вот такой вот совершенно мягкий, хороший субстрат, в который можно и черенковать, и в то же время сажать растение. Вот опять мы берем вот такую плошку. Соответственно, наваливаем сюда этот субстрат, прижимаем. И если мы сюда посадим, например, ту же пилею, то уже мы можем в этой же плошке ее и выращивать. Вот так же опять я срезаю произвольно совершенно всякие черенки. Причем сразу, если вы хотите, чтобы растение сразу было густое, то можно вот буквально вот такое количество, можно сделать вот так, положить, потом присыпать. Давай вот так я отберу немножечко. Вот как мы обычно делаем. Мы ставим очень много горшков разных. Вот видите, тут никакой особой укладки и ничего нет. И вот таким вот образом присыпаем, прижимаем и, соответственно, проливаем. Вот что у нас получилось. Но что касается вот этой пилеи, тут, конечно, вариант совершенно беспроигрышный. Через три дня она уже даст корни. И уже начнется ее рост. И уже буквально, я думаю, через неделю будет шапочка хорошая, потому что уже весна. Зимой, конечно, очеренкуется похуже, а весной вот так. Ну вот это начальная стадия как бы размножения наших растений. Мы вам показали вот субстраты, в котором можно это делать. Как я уже сказала, и отдельно в перлит, и отдельно в рыжий торф, и в мох. Это одинаково хорошо. Ну, в конце концов, можно вот такие черенки тоже нарезать, начеренковать и поставить просто в банку с водой. Значит, я недавно видела по, по-моему, там, каналу Бобер, что ли, тоже показывали черенкование. Вот мне нравится, когда начинает какой-то мудреж, что типа корни, корни, они же в земле, они не любят, чтобы был свет, и поэтому надо обязательно ставить не в банку стеклянную, а надо ставить там в какой-то сосуд непрозрачный. Слушайте, это ерунда. Вы можете поставить в любой сосуд, и если все хорошо и время подходящее, а сейчас уже время будет подходящее, то ваше растение прекрасно себе укоренится. В следующий раз мы покажем, как это сделать в банке просто с водой, особенно хорошо в ней черенковать все ароидные растения. Они сочные, они чудесно дают корни. Мы даже можем с тобой заранее поставить на воду сейчас, и уже в следующей передаче показать, как растут корни. Замечательно в любом совершенно сосуде, а в стеклянном-то еще и лучше. Вот, ну вот на сегодня наш сюжет закончен. Дальше будем показывать размножение буквально всего того, что у нас и есть. У нас скоро, посев семян, будем показывать и как сеять овощные культуры, как мы сеем, и, соответственно, и наш декоративный. Всего вам хорошего. Смотрите нас, не пропускайте наши сюжеты, и будете все знать точно так же, как и мы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин